Тема мошенничества в современном мире не нова. Наоборот, факты подобной деятельности возрастают в огромных масштабах. Наивные и доверчивые люди с лёгкостью попадаются на крючок преступников. На сегодняшний день самым популярным видом мошенничества является вид, совершаемый бесконтактным путём, то есть по телефону и через сеть интернет. Ущерб, который нанесён данным видом преступления жителям Чувашской республики, составляет около 60 миллионов рублей. Из доли всех хищений, совершённых на территории республики, данный вид преступления занимает одну треть. Практически 30% занимает данный вид преступления из доли всех хищений на территории республики. Наиболее распространённым фактом данного вида преступлений является покупка товаров через сеть интернет. Мошенник размещает бесплатное объявление о продаже товара, находят покупателей, которые переводят деньги заранее. Никакой товар, разумеется, они после этого не получают. Также распространены преступления с использованием мобильного банка и вредоносных программ. Сюда же мы относим взлом страниц ВКонтакте. Наиболее популярный вид у нас сейчас стал в последнее время особенностью взлом страниц ВКонтакте, когда страница потерпевшего взломана, и от имени одной из подруг или одного из друзей просит там, ну, небольшую сумму, 3-5 тысяч займы и верну завтра. Ничего не подозревающие люди просто переводят деньги и всё, и на этом с деньгами они расстаются. Когда встречаются с друзьями, узнают, что ничего подобного не было. Вредоносные программы. Часто у нас, значит, жители, и хочется до этого довести до них, что устанавливают мобильные банки на свои телефоны, при этом не озабочиваясь тем, что помимо мобильного банка ещё надо установить и антивирусную программу, которая будет охранять и ваше избережение, и ваш телефон. Ещё одним из наиболее популярных видов мошенничества является сообщение с оповещением о блокировке банковской карты. Карта заблокирована, причём смс приходит с номера 900. То есть там, где мы с вами привыкли, что 900 – это Сбербанк, ему можно верить. С этого пришла смс, ваш банк с карты заблокирована. Даются номера якобы службы технической поддержки, на которые вы должны обратиться. Обращайтесь, наиболее доверчивые граждане реквизиты карты сообщают, всё, что есть на карте, сообщают, ну и деньги с карты исчезают. Помимо всего, чистые факты, когда на телефон жертвы звонят, сообщая о том, что их близкие попали в ДТП, и необходимо срочно перечислить деньги на счёт или отдать кому-либо определённую денежную сумму. Пик активности этих мошенников приходится на ночное время суток. В такие моменты люди наиболее уязвимы, поскольку с просонью человек не может адекватно расценивать ситуацию. С целью раскрытия преступлений оперативные группы из Чувашской республики работают более чем в 78 регионах страны. Так, жительница Краснодарского края промышляла гаданиями и предсказаниями. В Чебоксарах ей удалось заработать около 4 миллионов рублей, после чего она уехала из города. «Все документы, которые встречались в ходе раскрытия данного преступления, это документы оформления найма квартиры, оформления договора, подачи объявлений местным газетам, все документы были оформлены на несуществующих людей. Но несмотря на это, нами была проделана определённая работа, которая позволила установить, что это у нас являются жители Краснодара. Как повторяюсь ещё раз, у нас была сформирована группа из сотрудников оперативного соснового отдела ОМВД по городу Чебоксары и направлены в командировку». Это лишь незначительная часть примеров мошенничества. По статистике, на территории Чувашской республики в большей степени факты мошенничества зафиксированы в городах АллатРь, Канаш и Шумерля. Анастасия Соколикова, Андрей Орлов. Жизнь столицы.